Всем здорова! Время невъебенных историй, братцы! Дайте мне 10 минут вашего внимания, я расскажу, какая херня сегодня со мной приключилась. Одно очень важное событие, связанное с Киевом, Украиной, сильно подгрузило меня с утра. Я решил, естественно, в бобус проехаться в центр Познани, просто проветриться. Зашел бус, сел на одно место, и поставил скейт между сидений. Я сейчас постоянно ложу со скейтом, знать или удобно проехаться там, где пришлось бы идти. Правда, позбивал себе локти, коленки, как малолетка, блядь, ну, то похер. И вот зашел и сел, поставил скейт между сидений, пробил билет и сижу такая. Через некоторое время мне почему-то взбрендило пересесть на другое место. Я встал, пересел. И втыкаю дальше, погруженный в свои мысли, настолько глубоко, что даже забыл бы, вообще не заметил, что скейт остался там. Еду я и раздопляюсь через некоторое время, не знаю, минут 10-15. Раздопляюсь, что скейта со мной нет. Думаю, ну, капец. Проебал, короче. Лучше бы я ломбард отнес, как решил после последнего падения. А так просто про кукол, короче. Расстрелился такой смиренный, уже выхожу. Думаю, сейчас выхожу с автобуса, похер. Прохожу мимо того места, где я сидел перед этим, и что я вижу? Сидят два пацана, малолетки. Ну, как, лет по 16-17, наверное. И у одного между ног стоит мой скейт. Мой, блядь, скейт стоит у него между ног. Я подхожу, охуевший. Ну, как, охуевший. Обрадовался, конечно. Ну, такой, нормально подхожу. Говорю, что прошим, то есть мое. По-польски, блядь. И тяну руку, чтобы забрать. Охуел я со следующего. Он вцепился в доску и не отдает. И начинает орать, типа, ну, что-то вроде, чёрт лезешь, то моя доска вообще, типа, ща поебал дам. Ну, так я говорил, поебал дать что-то там въехать, поебал дать. Я в шоке. Короче, начался какой-то бредовый замес с малолеткой. Ну, я, конечно, вообще выпал просто. Даже на долю секунды я подумал, что, боже, в натуре-то его скейт, а не мой. Значит, он так убеждённо мне доказывал, просто невероятно. И, между прочим, скейт ему шёл. Он ещё такой, по стильку одет, в кепочке, с наушниками, такой, ну, скейт вообще к лицу. Ну, нет, я понимаю, что, блядь, какого чувака, что это за развод вообще. Моя доска я просто запытал. Ну, пытаюсь ему объяснить. Ну, а что я объясню, если я по-польски не особо-то разговариваю и ещё такой стресс, типа. А он, блядь, цепился у неё, давай вообще врываться, короче, хочет выйти, ни хера себе. Я его, типа, держу, как бы, придерживаю, типа, что за херня, давай сюда. Ну, и то, единственное, что я мог ему говорить, типа, эй, то есть Моя. Или, типа, отдай, дай сюда, или отдай, сука, мой скейт, ты чё, охуел? Вот, что я ему говорил. В итоге переполошился весь автобус уже. Водитель, женщина остановила на остановке, блин. Подошла к нам, начала что-то там тоже втирать. Типа, я говорю, вызывайте полицию, чё с херняю? Ну, типа, при этом в автобусе ехали не только бабушки. Ехали ещё качки такие, ну, пацанчики здоровые, капец. И один из этих пацанчиков тоже подошёл и давай, короче, вырвать скейт у меня, чтобы отдать этому типу. Ну, типа, мы с ним держимся за доску, а этот стал, давай, помогать малому, потому что малой ему что-то раз, ну, там, попиздел по-своему, короче. И давай вырвать у меня скейт, я вообще охренел. Я понимаю, что, ну, я не понимаю по-польски, не могу толком объяснить, но я понимаю, что, блядь, половина автобуса уже против меня здесь. И всё, что я могу, это орать, типа, полиция, блядь, отдай мою доску, то есть море. А этот доказывает, типа, нет, это моя доска, ты, типа, отъебись, спердаляй, и там, блядь, я тебя поебал, сейчас заеду, говорит, давай, выйдем. Он говорит, давай, выйдем. В итоге, я не знаю, как я удержал этот скейт, потому что бачок был реально здоровый. В итоге, при этом, у меня в голове мысли, типа, блядь, уебать, ну, вот, просто уебать. Ну, я бы его, ну, не бачка, а малого пацанчика, блядь, я бы его уничтожил просто. Ну, блядь, мысли о том, что, блядь. Сейчас я ему дам пизды, приедет полиция, заберет меня, заберут скейт, заберет он, короче, и убежит с ним. А я еще отгибу пизды от этого бачка, по-любому, потому что он на его стороне стоит. И думаю, охренеть, и мне как-то надо разрулить эту ситуацию, типа, мирно. При этом забрав свой скейт, сука, свой, Карл, скейт, свой. Короче, мы с ним тягаемся, поэтому автобусу он пытается вырваться, выйти, блядь. Мне руки позабивали немного, я, ну, я раскручивал, выкручивал этот скейт у него, нас кидают со стороны в сторону, блядь, боже, такой бред. Уже там бабушки, давай, трясался, типа, какая-то слабая бабушка говорит, типа, то есть его, типа, я видел, как он, ну, моё, типа, что я с ним ехал. А я же просто затыкал его потом. И ошибка пацанов, что они, типа, зашли, выкупили ничейный скейт, продолжили ехать с ним, блядь, дебилы. Нет, чтобы взять его и выйти просто на следующей остановке, я бы уже ничего не смог сделать, забил бы, забил бы и всё. А так они ехали, я просто возвращался, блядь, хотел забрать своё, завтыкал, и как я докажу это? И, короче, это пипец, он настолько яро защищал мой скейт, короче, он хотел ладжать у меня, блядь, думаю, ебать, я в шоке. Думаю, вот это попал, и пизды не дашь, потому что сейчас полиция приедет в ебёдную депортацию по-любому, потому что избил малолетку в общественном транспорте, ещё и украинец, блядь. Ещё и сам получу пизды потом от этих пацанчиков. Короче, в итоге на остановке они... Я всё-таки вырвал скейт. Эти малые тоже что-то орут там, блядь, люди орут. Малые, давай выходить, потому что я в отдел уже, ну, женщина вызывает полицию. Они, давай выходить, и в конце мне, типа, орёт такой, передаляй на свой Киев курва украинская. Я говорю, да, а добже. Блядь, откуда он знал, что я из Киева? Как так? В итоге они вышли, а я ещё в состоянии стресса, шока, ну, типа, не понимал, что не делать. Они вышли, и давай бежать, короче, потому что полиция едет. Они, типа, текают. Я бы, блин, поехал бы за ними, побежал, чтобы дать им пизды, потому что мне очень хотелось. Но тут же вышел этот бычок, качок здоровый, думаю, блядь. Его я не потянул, как бы. Я немного там сейчас сводил, говорю, типа, ну, типа, по камерам посмотрите, типа, полиция, да, окей, давайте полицию, типа, я, это моё, типа, то есть, мои, что мне делать, бить его или что, типа. Она говорит, да, я не знаю, типа, давайте, типа, сейчас полиция приедет. И она, типа, тоже такая, меня не выпускает, понимал. Ну, двери все закрыты, одна впереди открыта, она стоит, типа, не выпускает. Я говорю, не, ладно, давайте, до свидания, мне надо полиция, и всё, типа, всё окей, sorry, I'm sorry. Выхожу, и думаю, блядь, надо догнать, короче, этих, у всех малолетних. Поехал за ними, блядь, на скейте полетел, но я не догнал их. Они скрылись где-то за поворотом, умотали, блядь, сука, я такой злой был. И тут тоже мне навстречу, уже иду, ищу их, по району ходил, ещё полчаса их искал. Думал, реально, думал, вот, пиздить так, чтобы, блядь, ну, только без свидетелей, потому что, ну, вот, в автобусе, я-то не знаю, ну, я просто не, ну, как, что ты им сделаешь? При свидетелях, при том, что ты не понимаешь, блядь, тебя сейчас, ну, реально, полиция, депортация и прочая херня. И ещё люди им помогут, потому что они, сука, свои. Он всем, блядь, раз, всем так доказывал, убеждённо, что это его доска, а я, типа, какой-то левый штрих пришёл, доебался просто. Он так и, так и, ну, с виду так и было, как бы, я остался от своего места, подошёл к ним и давай забирать у него скейт, блядь. Вот это так было. Короче, попал, как пизд, иду, блядь, я так, ребята, я так жалею, что я им дан вообще этим скейтом по башке, там, в том же автобусе, уже похер, ну, всё, реально. Ну, а что делать было? Вот что бы вы делали в такой ситуации? И что вообще можно делать? Вот ты, блядь, дашь кому-то пизды на улице, поляку кому-то говняному. И что? Вот надо знать, как бы, я не знаю, что будет, что может быть, какие последствия. Я испугался последствий. Я сейчас жалею, нам плодать не придёт. Потому что это такая наглость просто. Короче, такая вот сумбурная история у меня случилась. Ну, сейчас я, конечно, ржу, но мне всё ещё немножко обидно, что, блядь, что я ему наказал, что я не нашёл потом. Он нашёл бы её на улице потом, и я просто башку бы с нём справился за такое. Короче, поляки-мудаки, блядь. Не все, но поляки-мудаки. Напишите в комментариях вообще, как бы вы отреагировали на мою месть. Вот, надо было ему дать пиздевок прямо в автобусе, и что за этим последовало? Могу последовать. У меня это жутко интересно. Ладно. И учите, мать его, этот язык, если хотите здесь быть, потому что это вообще нереально. Это всё объяснить, доказать, нихера. Я понимаю, что опрасывает. Ничего не могу не сказать. Хотя опрасывает 100%. Учите язык. Всем удачи. До следующей встречи. Сори, брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова